Музыка Обычный российский город Улица Ленина Храм на улице Ленина В храме икона святого Николая II Как же все это укладывается в головах россиян? Улица имени царя-убийцы и гонителя церкви с храмом В котором висит икона царя Причисленного к лику святых Палача собственного народа Российская действительность Это какой-то сплошной оксюморон на оксюмороне С августа 2000 года Последний российский император Николаша II Канонизированный святой страстотерпец Причем очень популярный Достаточно вспомнить масштабную выставку К 400-летию династии Романовых Или акцию «Бессмертный полк» На которой во время шествия Икона с изображением Николая II Несла так называемая прокурорша Крыма Наталья Поклонская Может быть она думала, что Николая II Убили в ходе Второй мировой? Хотя выражение Поклонская думала Это тоже оксюморон Что же не так с причислением к лику святых российского императора Николая II? Кем на самом деле он был? Кровавым самодержцем или святым великомучеником? Почему Николай II был свергнут и за что убит? И самое любопытное, почему в огромной стране не нашлось никого, кто бы попытался его спасти? Давайте разбираться Не секрет, что святыми в России делают обычно всяческих негодяев Кровопиец или попросту бездарей Распиаренных лживыми летописями А народ обычно неистово крестится перед иконами собственных же душегубов Например, Александр Невский, святой русской православной церкви Одновременно предатель и палач собственных соплеменников Дмитрий Донской, тоже святой Ни от какого ига Русь не освобождал И ни в какой мифической Куликовской битве не побеждал Но все равно стал благоверным великим князем с приставкой святой Мифический Илья Муромец, герой сказок, тоже святой Удивительно, что Иван Дурак, символ Москвы До сих пор не стал среди россиян святочтимым А ведь это было бы по меньшей мере куда логичнее Нежели причисление к лику благочестивых большинства российских святых Таких, как, например, Николай II В поисках духовных скреп Москва сочетает несочетаемое Культ Сталина с обожанием Николая II Коммунистического диктатора превозносят за победу над нацизмом Замалчивая тот факт, что на фоне террора и зверств в СССР Режим Третьего Рейха выглядит достаточно умеренным Последнего царя Российской империи превозносят, оказывается, за мученическую смерть Пренебрегая тем, что именно благодаря его и действиям, и бездействию Империю накрыла гражданская война, мор и голод Царь Николай II отнюдь не являлся невиновным козлом отпущения за грехи всея Россия Он был одним из самых богатейших, если не самым богатым, человеком планеты Патологически жестоким, жадным и алчным, что и стало причиной крушения подвластной ему империи О жестокости Николаша можно слагать легенды С нескрываемым азартом и ради забавы он собственными руками лишал жизни живых существ Об этой особенности царя знают немногие, поэтому поверить в это сложно Однако есть неоспоримые документы и дневники самого Николая II Где скрупулезно описаны мельчайшие подробности жестокого царского досуга Эти шокирующие подробности из жизни российского императора невозможно привести в этом видео Иначе не избежать блокировки Но мы сделали отдельный специальный ролик для нашего патреона Где без всякой цензуры и во всей красе можно увидеть последнего российского императора Посмотрите на этого святого, будет любопытно Правда, если вы испытываете иллюзии по поводу упоительных в России вечеров и хруста французской булки То ваш мир больше не будет прежним Ссылка на патреон в подсказке, описании и первом комментарии Едем дальше Во время переписи населения России в 1897 году Николай II определил себя хозяином земли русской Поскольку считал Российскую империю своей собственностью Часть земель которой он и его предшественники пожаловали своим холопам за верную службу Собственность царской семьи имела такие огромные размеры Что все Ротшильды, Рокфеллеры и Вандербильды вместе взятые Чувствовали себя нищими голодранцами по сравнению с Романовыми Вся политика Николая II была направлена на сохранение и приумножение огромного состояния Что и стало одной из причин свержения самодержавия Давайте немного вспомним, чем владели Романовы в последние годы своего царствования Для этого воспользуемся данными исследований Владимира Фетисова Из его статей, опубликованных в журнале «Символ науки» в 2015 году Ссылки на статьи для детального ознакомления будут приведены в описании к видео Предлагаю ознакомиться с конечными выводами Размерами царского состояния в определенных активах Земельная собственность Общая стоимость всех царских земельных владений накануне Первой мировой войны Составляла не менее 16 миллиардов золотых рублей Вспомним, один золотой рубль тех времен был эквивалентом 0,74 грамм золота Можно самостоятельно вычислить современную стоимость этих владений в долларах США Путем нехитрых вычислений получаем сумму ни много ни мало в 665 миллиардов долларов Таким состоянием сегодня не обладает ни один человек в мире А это лишь финансовая оценка земельной собственности, то есть всего лишь части активов Думаю, что Владимир Владимирович вместе с кооперативом «Озеро» от зависти нервно курят в сторонке Недвижимое потребительское имущество Дворцы, театры, музеи и другие сооружения Их трудно оценить, поскольку большинство из них имеют не только номинальную стоимость Но и ценность памятников архитектуры и старины Как оценить, например, Зимний дворец? Номинальную стоимость недвижимости без учета исторической ценности Фетисов оценивает в 500-700 миллионов золотых рублей По современной оценке это около 28 миллиардов долларов И это минимальная оценка Далее опустим подробности и приведем лишь цифры Эквивалентные современной стоимости золота при переводе золотых рублей в драгоценный металл Движимое и недвижимое имущество Связанное с промышленным производством и сельским хозяйством 600 миллионов золотых рублей Это 25 миллиардов современных долларов Движимое потребительское имущество Предметы потребления, ювелирные изделия и произведения искусства Эту категорию вообще трудно оценивать Ценные предметы искусства на современных аукционах стоят баснословных денег Но даже в начале прошлого века эти ценности и шедевры По минимальным оценкам составляли 900 миллионов золотых рублей Это 39 миллиардов современных долларов Высоколиквидные активы царской семьи Золото, валюта, ценные бумаги Это наиболее тайная часть финансовой истории последней царской семьи Косвенно об их размере могут свидетельствовать полученные дивиденды И воспоминания очевидцев По меньшей мере царская семья сохраняла за рубежом В золоте, валюте и ценных бумагах до 300 миллионов золотых рублей Кстати, львиная доля золотого запаса Российской империи Могла оказаться в руках большевиков А это 12 миллиардов современных долларов Церковное имущество С начала существования Москвы Фактическим главой местной православной церкви был самодержец Во время правления Николая II Все, чем владела Московская православная церковь Царь мог произвольно объявить своей собственностью А это около 1 миллиарда золотых рублей Это 41 миллиард современных долларов Подытожим Общая стоимость царского имущества Которое можно хоть как-то оценить Плюс теневые неучтенные доходы Составляли в сумме в современном эквиваленте цифру Уверенно стремящуюся к триллиону долларов Сегодня столько средств нет ни у одного человека в мире Даже первая пятерка современных мировых миллиардеров В сумме имеет значительно меньше денег И при этом трудно вспомнить Какие-либо случаи царской благотворительности Кроме раздачи бесплатной еды Николаем II в честь собственной же коронации Которая, к слову, завершилась огромным количеством погибших Московиты просто затоптали друг друга В очереди за халявной едой на Ходынском поле До 5 тысяч погибших и 3 тысяч раненых За бумажный кулек с сайкой, куском колбасы, пряником, десятком леденцов и пятком орехов А что царь? Вечером того же дня отплясывал кадриль на балу у французского посла В целом, все свои основные усилия последний московский царь Направлял только лишь на сохранение и приумножение состояния своей семьи Жадность и алчность Николая II вызывала недовольство всех слоев населения Российской империи Слишком большим оказывалось финансовое и социальное неравенство Даже московская церковь, формальным главой которой был царь Стремилась обезопасить себя от возможной секуляризации своего имущества Что уж говорить о предпринимателях, рабочих и большинстве населения империи крестьянах Которым катастрофически не хватало земельных наделов Когда пришел удобный случай, представители всех социальных слоев Ринулись раскулачивать крупнейшего олигарха Российской империи И ненавидимого всеми Николашу II Почти никто не пожелал встать на защиту последнего московского царя Который к тому же страдал патологической жестокостью В народе за ним закрепилось устойчивое прозвище Николай Кровавый Если бы вы сказали населению тогдашней России, что лет через 80 РПЦ признает Николашу святым То вас бы наверняка побили Или и того хуже Глубже знакомясь с историей жизни и падения последнего из Романовых Понимаешь мотивацию населения Российской империи, поднявшего царизм на вилы Ведь многие до сих пор по невидению романтизируют те времена Представляя себя непременно офицером в белом мундире Танцующим вальс с красавицей на балу Или в свою очередь прелестной барышней в белоснежном платье Принимающей красивые ухаживания благородного графа Но отнюдь не 13-летним мальчиком, крутящим колесо на мануфактуре по 18 часов в день И не девочкой-прачкой, у которой от известки лопается кожа Далее терпеть уж было некуда Другой вопрос в том, что пришло на смену Вряд ли что-то лучшее Царский террор сменился террором красным 9 января 1905 года Кровавое воскресенье Начало первой русской революции Когда весь мир узнал о расстреле Николаем II петербургских рабочих Один из известных политиков того времени Руководитель французских социалистов Жан Жорес Воскликнул Теперь все видят, что царь несомненный убийца В тот день священник Гапон повел фабрично-заводских рабочих в Петербурге к Зимнему Чтобы коленопреклоненно обратиться к царю-батюшке Для облегчения своей невыносимой жизни Реакция царя Мятежная толпой заявлять мне о своих нуждах преступна И он позволяет своим генералам В столицу стянули свыше 40 тысяч солдат и жандармов Учинить побоище над коленопреклоненными Первые выстрелы прозвучали в полдень у Нарвских ворот В два часа дня солдаты открывают огонь По главной колонне рабочих у царского дворца Стреляют по толпе, идущей с иконами и портретами царя Конные рубят шашками без разбора Жандармы ведут огонь по верхушкам деревьев Александровского сада Куда забрались мальчишки К вечеру того страшного дня Счет убитых и раненых безоружных людей шел уже на тысячи Россия содрогнулась Потом последовало введение Николаем скорострельной юстиции В порядке борьбы с революцией Требование исполнения смертных приговоров в течение 48 часов Отправка им карательных поездов в охваченные волнениями районы Вывод на политическую сцену для осуществления террора и организации погромов черносотенцев Из самого мерзкого отребья общества, пользовавшихся особым покровительством царя Не говорим уже о тысячах умирающих с голоду в российских деревнях Когда венценосец выражал недовольство любыми мерами по помощи голодающим Как развращающими народ Развращающими умирающих И вся эта кровавая дикость деспотизма Вся эта вопиющая нищета населения На фоне безумной роскоши царской семьи И любезного его сердцу класса помещиков и промышленников Вокруг усадеб власть имущих вымирают селения Они же тем временем заняты постройкой для себя новых вилл и дворцов под Питером и Москвой На побережье Черного моря Пишет писатель Косвинов, автор книги о последнем российском самодержце Вам это ничего не напоминает? Правильно, правильно А для Николая Романова после кровавого воскресенья последовала целая серия подобных дел Карательные операции под эгидой государства Расправы над селениями крестьян Расправы в армии Расстрелы митингов рабочих В особенно нашумевших случаях, когда убийц пытались судить, вмешивался царь и ставил свое вето Николай II ставил поощрительные резолюции в докладах о карательных операциях И освобождал от суда явных убийц Вспомним Столыпинские галстуки, виселицы для недовольных Ленский расстрел, доведенных до отчаяния рабочих Бойня Первой мировой войны, учиненная его величеством, чтобы подавить вновь поднимавшуюся волну революции Он убивал и убивал миллионами свой добрый народ Прежде чем шагнул в развершуюся под его ногами в феврале 1917-го пропасть Когда в огромной империи не нашлось ни одной силы, пожелавшей встать на его защиту Убивал и убивал Надо ли удивляться, что его постигла та же участь Однако отчего же вдруг Николай II оказался канонизированным святым русской православной церкви? Официальный ответ председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды таков Николай II и его семья и причисленный к лику святых за то, что по-христиански восприняли свои страдания И встретили смерть от рук палачей, движимых злобой и ненавистью То есть были по церковному наименованию страстотерпцами Страстотерпцы – это люди, которых лишили жизни не за то, что они были христианами Но их убили без вины, а они к своим гонителям и убийцам отнеслись с христианской кротостью и любовью Исполнив тем самым заповеди Божии Далее Легойда упирает на еще один мотив причисления к лику святых Хорошо известно, что императору предлагали покинуть страну Он мог согласиться и избежать страшной кончины Эмигрировать, сохранить жизнь себе и близким Но он сознательно не захотел этого, он сознательно остался в России Это вранье, абсолютное вранье Все может быть и ничего, но есть одно «но» доподлинно известно И этому есть документальные свидетельства Все члены царской семьи были буквально обмотаны драгоценностями Никакого смирения не было и в помине Царская семья рассчитывала на побег Согласно показаниям нянечки царских дочерей Александры Теглевой Данным следователю Соколову перед отъездом девушек из Тобольска Многие драгоценности спрятали «Мы поступили с ними таким образом» Вспоминала Теглева «Мы взяли несколько лифчиков из толстого полотна Мы положили драгоценности в вату И эту вату мы покрыли двумя лифчиками А затем эти лифчики сшили Таким образом, драгоценности, значит, были зашиты между двумя лифчиками А сами они были с обеих сторон закрыты ватой В двух парах лифчиков были зашиты драгоценности императрицы В одном из таких парных лифчиков было весом 4 фунта драгоценностей вместе с лифчиком и ватой. В другом было столько же весу. Один надела на себя Татьяна Николаевна, другой Анастасия Николаевна. Здесь были зашиты бриллианты, изумруды, аметисты. Драгоценности княжон были также зашиты в двойной лифчик. И его, не знаю сколько было в нем весу, надела на себя Ольга Николаевна. Кроме того, они под блузки на тело одели много жемчугов. Крупные бриллианты, замаскированные под пуговицы, были нашиты на 8 костюмов княжон. Приведенные факты могут означать лишь одно. Николай и его семья не смирились и рассчитывали на побег. А поэтому никакого страстотерпия не было. Причислив Николая II к лику святых, русская православная церковь нарушила собственные же законы и каноны. Хотя ничего удивительного. Это же Россия. Тут и со Сталином иконы рисуют. Как бы не хотелось всяческим монархистам, ревнителям Скреп и Наталье Поклонской верить в святость Николая Кровавого, для канонизации последнего российского императора нет абсолютно никаких причин. Не был он ни страстотерпцем, ни христианином, ни добродетелем. А был жестоким убийцей и палачом собственного народа. Был жадным и алчным человеком, одним из самых богатейших за всю историю планеты, но не потратившим ни копейки, ни на одно благое дело. Он утопил страну в терроре и обрек на нищенское существование, голод и войну миллионы собственных граждан и порабощенных Российской империей народов. И самое главное, царь Николай II, не колеблясь бы ни секунды ради собственных интересов, втоптал бы сегодня в грязь всех своих поклонников и поклонниц вместе с Поклонской включительно. Но именно эту истину большинству россиян никогда не осознать. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А также поддерживайте автора на Patreon, где можно смотреть ролики до официальных премьер, а также дополнительные материалы. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова